Общаюсь с другом из России по скайпу, а он мне говорит, у вас там что? Разгул желтухи? Эпидемия? Вирус? Чего говорю? Он говорит, у нас по новостям передавали, что у вас настоящая эпидемия гепатита А. Сначала я ему не поверил, включил российские новости. И действительно, в новостях сюжет об эпидемии гепатита А в Европе. Что интересно, у нас об этом ни слова. Но раз эпидемия, говорят в России, значит, видимо, эпидемия. Роскомнадзор выдал предостережение россиянам, планирующим поездку в Европу в связи с резким скачком заболевания гепатитом А, а конкретнее более тысячи случаев только за последний год. Это цитата. При этом долго и подробно расписывают, что скачок случился именно в странах с лояльным отношением к геями. И даже объясняют, что основной способ заражения анально-оральный. Да-да, так и сказали, анально-оральный. Но вот интересная логика вот этих лохов, которые передают эти новости, и главное лохов, которые эти новости потребляют. Ведь главный способ заражения, который был озвучен, анально-оральный. И Роскомнадзор предупреждает духовных российских туристов. Так о чем он, собственно говоря, предупреждает? Ведь если педики, европейские педики, передают это анальным путем, то как это может грозить скрипоносным россиянам? Или что, Роскомнадзор подозревает, что русские туристы занимаются такой пятой в Европе? Ну так получается, что духовным русским туристам, которые едут в Европу, ничего вообще не грозит. Потому что они никогда не занимаются ни оральным сексом, ни тем более анальным сексом. Так о чем разговор? К слову, я нашел данные о точном числе заболевших в Европе с мая 2016 по апрель 2017 года. И это число составило 674 человека во всем Европейском Союзе. Это, к слову сказать, на полмиллиарда жителей. В России на тот же период, на 146 миллионов, заболело несколько тысяч. Только основной способ заражения, можно сказать, в России скорее фекально-оральный. То есть у ужасных европейцев через однополый секс или вообще какой-либо секс. А у россиян через грязные руки и плохо очищенную воду. Так как это было в 18-19 веке. Так где же больше опасность заразиться этой эпидемией? Скажите.